Спасибо. Как было представлено, тема данного исследования посвящена спутниковым исследованиям морской поверхности, в частности радиолокационным измерениям морской поверхности из космоса. Актуальность данной темы определяется тем, что внутренние волны и фронтальные разделы в море сами по себе представляют исключительный прикладной интерес, их исследование из космоса чрезвычайно важно. В то же время спутниковые радиолокаторы с синтезированной апертурой на протяжении долгого времени зарекомендовывают и являются эффективным инструментом наблюдения морской поверхности из космоса даже в условиях облачности. При этом на сегодняшний день физика формирования радиолокационных изображений является недостаточно глубоко изученной. Так, например, количественные соотношения между величиной радиолокационного контраста и параметрами следы также остаются малоизученными. Основной целью данного исследования было определить, исследовать основные закономерности проявления внутренних волн и фронтальных разделов в море и определить их количественные характеристики на основе RSI измерений. Для этого был решен ряд задач. Во-первых, сформировать базу спутниковых данных, определить закономерности проявления внутренних волн в радиолокационных изображениях при различных скоростях ветра, геометрии наблюдений. И исследовать физико-географические закономерности их генерации и распространения в Карском и Баренцевом морях. А также оценить возможность определения интегральных характеристик верхнего слоя моря по данным этих спутниковых наблюдений. Кроме того, также была задача определить механизмы формирования радиолокационных проявлений термических фронтов. На примере прибрежного аппеллинга в Балтийском море и исследовать зависимость величины радиолокационного контраста фронта от его характеристик и метеоусловий. А также на основе анализа четырех поляризационных RSI измерений определить механизмы формирования радиолокационных проявлений внутренних волн, поверхностных течений и фронтальных разделов. Положения, выносимые на защиту, представлены на этом слайде. Я их зачитывать не буду, они будут появляться по мере доклада. Диссертация состоит из введения трех глав и заключения. Первая глава посвящена анализу закономерностей проявления внутренних волн в радиолокационных изображениях и районированию этих волн в Баренцевом и Карском морях. Вторая глава посвящена исследованию количественных характеристик температурных фронтов в RSI изображениях на примере прибрежного аппеллинга в Балтике. Третья глава посвящена анализу четырех поляризационных RSI измерений и механизмам формирования проявлений динамических процессов на морской поверхности в этих изображениях. Первая глава посвященная внутренним волнам. Всего нами был проанализирован архив RSI изображений, около 400 изображений, в которых обнаружено 1241 пакет из солитон внутренних волн. В таблице приведены количество снимков и количество идентифицированных пакетов по разным морям. Методика определения параметров внутренних волн осуществлялась на базе созданного программного обеспечения, которое позволяло обрабатывать, анализировать и определять характеристики внутренних волн. В частности, определялись следующие параметры волн. Длина волны, длина фронта, количество волн, площадь пакетов, направление их распространения, расстояние между пакетами и характеристики обратного рассеяния, связанные с проявлением внутренних волн в RSI изображениях. Кроме того, дополнительные параметры скорости направления ветра, геометрия RSI наблюдений и глубина места. На этом слайде показан типичный пример проявления внутренних волн в Баренцевом море в его северо-восточной части, вблизи архипелага земля Франции Иосифа, где чередование ярких и темных полос на изображении в этой части снимка является проявлением внутренних волн на морской поверхности и как следствие в радиолокационных изображениях. Для Баренцевого моря всего проанализировано 140 RSI изображений, в которых выделено 775 пакетов внутренних волн. Слева показана карта покрытия акватории моря спутниковой RSI съемкой. Справа положение центров пакетов внутренних волн. На основе этого результата была получена карта повторяемости или частоты наблюдений внутренних волн в Баренцевом море по данным спутниковой радиолокационной съемки. Она показана справа. Отсюда видно, что основными зонами генерации распространения внутренних волн в Баренцевом море являются область вблизи архипелага земля Франции Иосифа, участок к северо-востоку от архипелага Шпицберген и к западу от пролива Карские ворота. Здесь приведены некоторые характеристики внутренних волн, которые были определены. В частности, максимальная длина волны в пакетах волн достигала 2 км, длина фронта максимальная достигала 100 км и более, преобладала на акватории моря западное и восточное направления распространения внутренних волн, а скорость распространения пакетов могла достигать полуметра в секунду. Поскольку особенностью короткопериодных внутренних волн является их пакетная структура, распространение пакетами, наблюдая кинематику пакетов внутренних волн и используя дисперсионные соотношения для низшей внутренней моды, была получена связь скорости распространения пакетов и масса содержания. В итоге справа на нижнем графике показан временной ход изменения массы содержания, полученной на основе анализов спутниковых данных, и полученное то, что мы видим на этой картинке, хорошо согласуется с общими представлениями о временной изменчивости вертикальной структуры в рассматриваемом районе. Для Кардского моря проанализировано 90 радиолокационных изображений, на которых выделено 250 пакетов внутренних волн. Значит, опять слева показана карта покрытия акватории снимками, справа положение пакетов внутренних волн. Опять-таки была рассчитана повторяемость наблюдений внутренних волн в спутниковых снимках, и показано, что основными зонами генерации этих волн в Кардском море являются область к востоку от пролива Кардские ворота, над юго-восточной частью Новоземельской впадины, и к северо-востоку от мыса Желания. При этом характерные параметры внутренних волн в Кардском море несколько выше их значений в Варенцевом. Так, например, максимальная длина волны достигает здесь до 3 км и более, длина фронта может достигать 200 км, преобладает при этом западное направление распространения, а максимальное расстояние между последовательными пакетами достигает 60 км, что в пересчете фазовую скорость дает значение около 1,5 метров в секунду. Дальше был проведен анализ закономерностей проявления этих волн в РСА-изображениях. Всего 1241 случай, и было показано, что наиболее часто, а следовательно оптимальными условиями наблюдения этих волн в изображениях являются следующие. Они наблюдаются в диапазоне скоростей ветра от 3 до 7 метров в секунду. При этом ветер направлен перпендикулярно направлению антенны РСА, а сами волны распространяются вдоль направления антенны РСА. Анализ величины радиолокационного контраста на количественном уровне показал, что максимальная величина радиолокационных контрастов наблюдается, когда ветер направлен по нормали к направлению антенны РСА, а внутренние волны распространяются по ветру. При этом в случаях, когда внутренние волны направлены вдоль антенны РСА, вдоль направления облучения радиолокатора, а это 60% наблюдений, и по нормали к ветру, в этом случае также наблюдаются максимальные величины контраста. Далее была проанализирована зависимость модуляционно-передаточной функции радиолокационных проявлений внутренних волн от скорости ветра и параметров самих волн. Была определена модуляционно-передаточная функция в следующем виде, выделена красной рамкой. В этой формуле справа, слева в числителе величина контраста, деленная на амплитуду орбитальной скорости и фазовую скорость внутренних волн. Справа L – полуширина солитона внутренних волн, W – скорость приводного ветра. Показано, что при любой ориентации внутренних волн относительно направления ветра, величина передаточной функции уменьшается с увеличением как полуширины солитона, так и скорости приводного ветра. При этом более высокая чувствительность MPF к параметру справа, в уравнении справа, наблюдается для случая, когда внутренние волны сонаправлены к ветру. Таким образом, выводы по первой главе, отраженные в положениях, выносимых на защиту, следующие. Величина радиолокационного контраста внутренних волн зависит от безразмерного параметра и уменьшается с его увеличением. Радиолокационные контрасты внутренних волн обладают явной зависимостью от азимута наблюдений. Они максимальны, когда направление ветра перпендикулярно направлению антенны, а внутренние волны распространяются в том же направлении, что и ветер. Выделены основные зоны генерации внутренних волн в Баренцевом и Карском море. Я не буду их повторять. Вторая глава посвящена проявлению термических фронтов в радиолокационных изображениях, на примере апеллингов в Балтийском море. Была получена серия радиолокационных изображений, которые сопровождались полями поверхностной температуры, также полученные по данным спутниковых измерений. На этом слайде представлены некоторые примеры. Верхний ряд – это радиолокационные изображения, нижний ряд – поля температуры. Отсюда видно, что на всех радиолокационных изображениях холодный фронт апеллинга проявился в виде темной области с характерным понижением уровня обратного рассеяния радиосигнала. Для анализа этих проявлений был использован модельный подход, основная идея которого заключалась в том, что неоднородности в поле поверхностной температуры приводят к изменению режима стратификации планетарного погранслоя, к снижению скорости ветра и ветровых напряжений над фронтом. Оценка этого процесса проводилась на основе закона сопротивления, в котором изменчивость поверхностной температуры входит через безразмерный параметр стратификации. Сопоставление модельных расчетов, здесь они приведены слева, с реальными наблюдениями, показанные по центру, позволило сделать вывод о том, что изменение стратификации атмосферного погранслоя над фронтом действительно является ключевым механизмом проявления фронта в РСА изображениях. Далее на основе анализа доступных РСА изображений была получена зависимость между величиной радиолокационного контраста, перепадом температуры через фронт и скоростью ветра. На графике приведена зависимость величины контраста от безразмерного параметра стратификации. Эта зависимость была параметризована в виде полуэмпирической модели. И показано, что проявление термического фронта в радиолокационных снимках моря возможно при слабых и умеренных ветрах, а полученная зависимость не имеет региональных ограничений. Далее нами регулярно наблюдались мелкомасштабные неоднородности, темные, слегкоподобные структуры внутри и на границах самого фронта, что может быть связано с пространственным перераспределением пленок поверхностно-активных веществ полем поверхностных течений. Для учета этого эффекта образование зон конвергенции и дивергенции определялось на основе моделей взаимодействия Экмановского и квази-геострофического течений. Слева показано реальное поле радиолокационных контрастов, справа поле дивергенции, восстановленное по снимку температуры морской поверхности. Справа светлые области соответствуют дивергенции течений, темные зонам конвергенции. Высокая пространственная корреляция между положением темных слегкоподобных структур в радиолокационном изображении и зонами конвергенции течений показала, что формирование этих темных участков связано с гашением ветровой ряби при скоплении пленок поверхностно-активных веществ в зонах конвергенции на границах течений. Таким образом, получены два следующих положения. О том, что прибрежный аппеллинг проявляется в радиолокационных изображениях за счет режима стратификации, изменения стратификации погранслоя, и за счет гашения ветровой ряби пленками поверхностно-активных веществ в зонах конвергенции. При этом величина радиолокационных контрастов фронта является универсальной функцией безразмерного параметра стратификации, которые зависят от перепада температуры и скорости ветра. Третья глава посвящена анализу четырех поляризационных RSI измерений внутренних волн и фронтальных разделов. Основная идея анализа в этой главе состоит в том, что имея радиолокационные измерения на двух смежных поляризациях, двойной вертикальной и двойной горизонтальной, на основе этих данных можно получить два принципиально новых изображения, новых поля. Первое поле – это поляризационная разность, просто разность сигнала между вертикальной и горизонтальной поляризациями. Это поле, поляризационная разность, описывает вклад резонансного рассеяния и содержит информацию об изменчивости приводного ветра и наличии сликов на морской поверхности. Второе поле – это неполяризованный вклад обрушений волн, который не зависит от поляризации и, поскольку обрушения волн чувствительны к поверхностным течениям, содержит информацию о наличии течений на поверхности. В работе исследована северно-восточная часть Белого моря, для которых была получена серия радиолокационных снимков в четырехполяризационном режиме на двойной горизонтальной, двойной вертикальной, горизонтальной вертикальной и вертикальной горизонтальной поляризации. На этом слайде показан первый пример. Справа поле радиолокационного сигнала на вертикальной поляризации, справа на горизонтальной, слева на вертикальной. Здесь отчетливо видны проявления внутренних волн, они показаны стрелками, и проявления вдоль берегового течения, связанного с стоковым фронтом Северной Двины. Кроме того, на снимках видна локальная изменчивость в поле приводного ветра. На первый взгляд оба этих изображения идентичны, но это не так. Если мы построим две новых компоненты, о которых я говорил ранее, поляризационную разность и поле обрушений волн, мы увидим, что в поле поляризационной разности в основном преобладает изменчивость поля ветра, а проявление динамических процессов в морской среде отчетливо видно в поле обрушений. Таким образом, радиолокационные контрасты проявлений внутренних волн и течений в поле обрушений значительно выше их контрастов этих значений в поле поляризационной разности, связанной с бреговским рассеянием. Таким образом, модуляция обрушений за счет поверхностных течений является ключевым механизмом проявления динамических процессов в РСА-изображениях. В то же самое время короткие бреговские волны, которые имеют малый масштаб релаксации, сами по себе не испытывают прямого воздействия внутренних волн и течений. Второй характерный случай – это проявление термического фронта в северо-восточной части, юго-восточной, юго-западной, простите, части горла Белого моря. Характерная особенность этого изображения – темная область недалеко от берега. Совместный анализ с полем температуры показывает, что эта область соответствует холодной части горловского фронта. И в данном случае его проявление также, как и во второй главе, было показано, связано с падением ветровых напряжений над холодным фронтом. На этом слайде приведено исходное изображение сверху-слева на вертикальной поляризации, поляризационная разность, поле обрушений волн и сигнал на перекрестной поляризации. Видно, что проявление холодного фронта отчетливо проявилось во всех режимах съемки. При этом граница фронта в виде яркой полосы, я подчеркну ее мышкой, она видна отчетливо в поле обрушений волн и на перекрестной поляризации. Эта яркая полоса связана с интенсификацией обрушений волн в зоне конвергенции течений на периферии фронта. В поле поляризационной разности ПД этого проявления не видно. Но самым актуальным вопросом спутниковой радиолокации является возможность разделения, выделения процессов в морской среде и их поверхностных проявлений на фоне неоднородности поля ветра приводного. Поскольку, как было показано выше, поляризационная разность и поле обрушений волн, они оба сильно чувствительны к изменениям скорости ветра, но при этом поле обрушений является чувствительным к течениям, а поляризационная разность, брыговское рассеяние, не чувствительна к течениям. Таким образом, был предложен метод, как выделить течение на фоне меняющегося ветра. Поле обрушений волн представляется в виде суммы двух компонент, первая из которых связана исключительно с ветром, вторая с течениями. Ну и получено несложное выражение для определения компоненты, связанной с поверхностными течениями. Значит, это выглядит следующим образом. Слева поле бреговского рассеяния, справа поле обрушений волн. Вы видите, что они фактически идентичны. Здесь мы видим проявление термического фронта, гравитационные волны в атмосфере, ветровая изменчивость. Здесь все то же самое, единственное отличие, вот эта яркая полоса, связанная с зоной конвергенции поверхностных течений. Значит, ну и на основе предложенного подхода мы можем определить, выделить итоговое поле течений и убрать вот эту ветровую изменчивость, убрать проявление атмосферных гравитационных волн. И только динамические процессы в морской среде останутся на этом изображении. Таким образом, показано, что фильтрация ветровой изменчивости, включая атмосферные эффекты, позволяет явным образом выделить проявление границы течений на периферии фронта. И это позволяет сформулировать последнее положение, выносимое на защиту. Определяющим механизмом проявления внутренних волн течений в радиолокационных снимках является рассеяние радиоволн на обрушениях ветровых волн, которые сильно модулируются поверхностными течениями. При этом роль бреговского рассеяния в формировании РСА-контрастов незначительна. Основные результаты работы представлены на этом слайде и пересекаются с положениями, выносимыми на защиту, поэтому я не буду их детально читать. Работа была широко представлена на различных российских и международных конференциях. По результатам работы опубликовано 11 статей из списка ВАГ и защищено 6 патентов. Список работ приводится на этих слайдах. Спасибо большое за внимание. Я очень хорошо держался, очень хорошо отвечал и произвел впечатление настоящего ученого и вполне усилительно заслуживает присвоение степени кандидата. Спасибо большое. Я хотел бы выразить благодарность всем членам ученого совета. Особенно хочу выразить благодарность и глубокую признательность своему научному руководителю, который в силу объективных причин не смог присутствовать здесь, за постановку задачи, внимание к работе, терпение. Ну и в первую очередь за то, что он является образом настоящего ученого и настоящего человека. Я хочу также сказать искренние слова благодарности Виталию Ивановичу Сычеву, моему первому учителю, за ознакомление и развитие интереса к методам спутниковой океанографии. И я счастлив, что занимаюсь именно этим. И во многом, в основном, это связано с Виталией Ивановичем. Спасибо большое. Также хочу сказать слова благодарности профессору Ингиде Ильидене из Пайпетского университета, которая на протяжении работы над диссертацией всегда помогала советам и поддерживала. А также всем коллегам из нашей лаборатории спутниковой океанографии, всем коллегам, с кем мы работали, работаем из Института океанологии Шершова, за обсуждение результатов работы и помощи. Отдельная благодарность моей жене и родителям, и детям, которые стимулировали и всегда помогали, поддерживали на всех этапах работы над диссертацией. Спасибо большое. Пожалуйста, я снова рад Огласить результаты голосования, еще лучше даже получилось. То есть присутствовал 21 человек, докторов по профилю 6, роздано бюллетеней 21, осталось нерозданной бюллетеней 10, в Урне 21 бюллетень, ну и результаты за 21 против 0 воздержавшихся метров. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.